приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео я вам расскажу про премиум пт 8 уровня тс-5 вначале как обычно ознакомимся с броней этого танка в целом лобовая броня неплохая но уяземых зон много допустим пробиваются катки поскольку за катками находится нлд и самой нлд тоже пробивается не так уж сложно да там очень хороший такой наклон но в целом броня не сильно толстая бэбэшками там семерки восьмерки не так уж часто пробивают но опять же как повезет если вбр врагу даст пробитие чуть выше среднего то этого будет уже достаточно чтобы пробивать бэбэшками и это мы говорим только за восьмерки а если они играют на голде то все нлд уже особо ничего не держит также у нас имеются над гусеничные полки которые тоже пробиваются очень легко они тонюсенькие настолько тонкие что практически любой калибр черка чем будет пробивать и это неприятно да они не сильно большие эти над гусеничные полки но они есть и даже если не специально люди которые стреляют через каток и пробивает нлд иногда все равно будут попадать в эту над гусеничную полку поскольку снаряд же не всегда летит куда вы целитесь а чем больше возимых зон тем больше вероятность что туда даже снаряд просто случайно может попасть я скажу так что через катки это танчик очень часто пробивается хотя там нет какой-то дыры в катке но через каток всегда попадают в нлд также вокруг маски там имеется место где с маленьким шансом могут пробить но все-таки могут если чуть-чуть мы рамбуем то рубка пробивается в верхней части сбоку также у нас пробивается крыша крыша абсолютно тонкая ватна если мы танк наклоняем то крыша рубки пробивается легко также у одноклассников никаких проблем нету с пробитием лючка который среднего такого размера но попасть него в целом легко броню имбовой назвать нельзя но и нельзя сказать что ее нет если прятать нлд стараться прятать лючок то можно что-то потанковать но если подъезжать в ближний бой и не особо активно двигаться то пробивать вас будут все легко поэтому лучше держать какую-то среднюю дистанцию либо прятать свои вывеземые зоны и стараться двигаться также желательно не наклонять свой танк таким образом чтобы не показывать крышу врагу теперь переходим к полевой модернизации сначала выбираем проходимость грунтов поскольку наш танк медленный это его один из самых главных минусов то что он не особо быстро едет поэтому улучшаем этот параметр проходимостью грунтов потом выбираем улучшение точности потому что еще один минус нашего танка это то что у него очень плохой параметр именно финальной точности какая-то стабилизация есть сведение там плюс-минус тоже какой-то есть но вот именно сама точность она ужасная поэтому выбираем улучшение точности ну и в конце увеличиваем наш обзор поскольку увеличением маскировки после выстрела смысла не имеет мы в кустах стоять на этом танке не будем это не его геймплей геймплей тс-5 это такой вот чуть ли не тяж все-таки это тяжелая пт-шка с броней и в кустах стоять смысла нет даже если мы попробуем это сделать все равно точности у танка недостаточно и вы будете максимально неэффективны поскольку даже вблизи попадает орудие не так уж хорошо теперь переходим к оборудованию на мой взгляд существует два набора оборудования турбина закалка-досылатель или турбина улучшенный прицел-досылатель я добил три отметки с турбиной улучшенным прицелом-досылателем но вполне себе неплохие результаты получались закалка и вместо прицела просто мне уже надоело стрелять настолько криво и захотелось хоть иногда попадать и так давайте разберемся какие танка минусы что на нем не стоит делать но мы уже поняли что кемперит сдалека это не наш случай поскольку точности нет также у нас нет скорости поэтому сразу нужно ехать в сторону тяжелых танков и там пытаться на средней ближней дистанции поучаствовать в бою и воспользоваться своими плюсами о которых мы поговорим позже также еще один из самых главных минусов танка это углы горизонтальной вертикальной наводки орудие вниз опускается на 5 градусов это крайне ужасно еще и когда нет башни в этом вся сложность на танке у которого не опускается орудие с медленной скоростью заранее правильно подъезжать к врагу во время это делать для того чтобы воспользоваться своим орудием и дпм развалить кого-то к тому же если мы подъезжаем к врагу близко то наш лючок очень легко выцелить это еще раз добавляет сложности когда мы играем на этом тс-5 да и углы горизонтальной наводки тоже не очень орудия влево-вправо поворачиваются слабо плюс у нас нет башни нету в на плохая скорость и плохая точность это чисто танк ближнего боя въехать в кого-то и развалить его или если кто-то там на средней дистанции подставляется то ну просто постоять пострелять но при этом нужно еще постоянно уделять внимание рельефу вокруг себя чтобы правильно танчик наклонять поскольку орудие ну а нож не опускается вообще да еще и с такой скоростью нужно успеть по карте поиграть в игру поскольку если мы поедем не туда то как бы бой уже и все пропал но еще минусом танка можно назвать то что у него многовато уязвимых зон над гусеничные полки крыша рубки лючок при такой скорости и геймплее ближнего боя на самом деле некоторые пробивают очень легко этот танк поэтому нужно постоянно иметь под рукой укрытие не заезжать чересчур глубоко и в перекрестный огонь но при этом все равно нам нужно ехать чтобы успеть поиграть теперь поговорим про плюсы этого танка хорошее пробитие бэбэшкой и отличное пробитие кумулем 300 пробития на восьмом левеле еще и кумулем это приятно также у танка очень хороший дпм 2824 дпм на пустом танке без ничего который можно с легкостью разогнать до невиданных цифр основная фишка танка это его дпм все эти мучения которые находятся у нас в минусах это отсутствие у военов у военов скорости и точности это все ради того чтобы иметь такой высокий дпм мы постоянно должны на этом танке ходить по тонкому лезвию если мы все четенько сделаем и подведем ситуацию в бою к тому чтобы просто бесплатно реализовывать свой дпм или хотя бы с разменом особенно если мы играем закалкой для чего она нам нужна чтобы лишний раз дольше пожить и поразмениваться с врагами потому что это нам выгодно практически не будет против нас врагов к у которых будет дпм больше нашего поэтому мы в основном всех будем перестреливать если будем правильно к ним подъезжать а если мы еще и будем это как-то делать из-под тяжка бесплатно или если будем прятать уязвимые зоны то сможем несколько раз за бой поразмениваться с врагами и за счет дпм набить много урона в этом и суть этого танка правильно его разменять чтобы по дпмить своим скорострельным орудием по врагам даже на бабушках 248 пробития на восьмом левеле вполне себе хватит до точность у нас так себе разброс на 100 метров 044 который можно там разогнать до каких-нибудь там наверное 037 но в общем и целом все равно точность будет ужасно и максималка у нас 26 вперед 12 назад поэтому турбина нам необходимо по-любому поскольку и назад скорость ужасная если нам надо будет отъехать мышь просто никуда не отползем да и вперед наши коры то тоже не едет а нам нужно успевать вовремя подъезжать к врагам для того чтобы правильно разменивать свой танчик на дпм в общем и целом я бы новичкам этот танк не рекомендовал поскольку они его будут скорее всего реализовывать иногда не за счет скил а за счет везения и коридорных карт случайно будут упарываться в эти канавы коридоры и туннельный геймплей world of tanks на большинстве карт будет им на руку но иногда они будут выезжать в эти туннели и сразу и умирать я просто не верю что без скилла можно на таком танке показывать стабильно нормальный результат нужно очень четко и грамотно все делать в бою анализируя что в нем происходит поскольку уязвимых зон много если бы танк был сплошняком бронированный без уязвимых зон туда можно было бы ехать как попало но на тс-5 если ехать как попало вас просто развалит за считанные секунды я бы не рекомендовал этот танк всем подряд но при должном скиле его можно реализовать и показывать очень высокий результат но это сложно хотя людей которые говорят что этот танк плохой и особо не встречал видимо и ца картошки тоже его любят в общем и целом по танку вывод у меня следующий он сложный и подходит для опытных игроков для разнообразия чтобы попробовать реализовать его всем подряд он вряд ли зайдет поскольку сложный с вами был арчик играть красиво всем пока и 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 Продолжение следует... Продолжение следует...